Потому что у него его нет. Да. Он под колзатиками говорит, Фэх, я танки не чувствую. А я ему, а у тебя их и нет. Все, блядь, диагностика прошла успешно нахуй. Танков просто нет, поэтому и вылетают. Что, мы в эфире, да, Антох? Можно говорить умные слова. Привет, мир, привет, Белгород. С вами маленькая компьютерная мастерская Heavy PC в городе Белгород. Даня, Антоха, Ваня, обязательно наводись на всех, Антох. Ванёв. Респект пацанам. Спасибо всем тем, кто пишет нам плохие комментарии, мы вас любим. А за хорошие просто безумно обожаем. Обязательно мастера Саню показываем. Саня в деле, все крутят, вертят. А я самый главный балабол. Сейчас вам потреблюсь немножко на интересную тему. Самая, наверное, тревожная, самая частая проблема, которая поступает нам в личные сообщения. Люди часто обращаются. Достаточно тонкого характера. Это проблемы в играх. Причем проблемы программные. В плане того, что человек может играть, 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 и у него может зависать. Может играть, играть, играть 40 минут. Что-то у него вылетать из экрана. То есть таких проблем у людей очень-очень часто. И сегодня случай у нас не исключение. Я надеюсь, что мы с ним как-нибудь справимся. И для вас это будет очень-очень полезная информация. Потому что у нас классный системчик. Залман. З9+. Мировой корпус. У миллионов людей такой есть. С нашими наклеечками. Это означает то, что это наш постоянный клиент. Он у нас уже был, наверное. Что-то мы ему делали. И у меня есть сообщение от этого парня, который рассказывает о проблеме. Наверное, ты в принципе, Антоха, иди сюда. Я думаю, ничего страшного. Зовут Владимир Матвиенко. Я думаю, он будет непрочий, чтобы мы показали. Он пишет. Дань. Да, писал первые декори. Пишет. Дань, привет. Такая проблема появилась. После смены видеокарты на ПК i5-4670, 8 гигабит оперативы, SSD-100, 650 блок, питание, мать, Asus, B85-1150 сокет. Стоял видюха 1050 Ti. Он поставил новенькую Colorful RTX 2060 на 6 гигабит. Появились зависания в играх не во всех. Перекопал все настройки. Менял пасту, дел тесты. Вроде бы все в порядке. Сможешь протестировать, в чем ли дело. И зависания имеют два характера у нас, друзья. В игре зависает картинка на мертва, а потом через 2-5 минут отвисает. И вторая игра зависает полностью. Экран становится чертным и не реагирует ни на что. Остается кнопкой врубать. В основном виснут танки онлайн игры. И онлайн игры. Прекрасно, друзья. Мы поняли, что у нас сейчас стоит RTX 2060 от Colorful. Видюшка абсолютно новая, насколько я понимаю. На основе относительно старенькой на 1150 соке. где-то сколько у нас уже 5 лет основе. И естественно новенькая видюха себя вот так решила дурненько показать. Мы ни в коем случае не стесняясь в данный момент что сейчас сделаем. У Ванечка я вижу маленький уголок свободный. Поскольку проблема у нас плавающая и требует теста, мы сейчас передаем в руки нашего главного тестера. запекай, запекай. Что мы сейчас делаем? Мы сначала убедимся, что проблема действительно такая существует. Зайдем в танк онлайн, запустим их и на ваших глазах убедимся, что да, действительно такая проблема есть и постепенно ее начнем решать. Первое, что мне в голову конечно приходит, это поиграться с драйверами. То есть во-первых убедимся, что у нас последний зашит биос на материнской плате и что у нас с видеокартами 2060 дружит адекватно. Если у нас последний адекватный биос зашит на материнской плате мы и у нас все стоят корректные драйвера и все равно у нас та же самая ошибка вылетает я предпочту убедиться, что дело не просто в самой системе и не ее какие-нибудь программные ошибки. Мы подкинем нашу SSD попробуем на ней потестировать. Если уже на нашей SSD с оригинальными драйверами такие вещи будут попадаться тогда будем уже креативить и думать что-нибудь другое. Но сейчас все по порядку. Антон, у нас тут крутится, да Ванька? Крутится, вертится. Вот можно заглянуть немножко к этой системе и посмотреть на что она способна. Вот такая не могу сказать что супер аккуратная сборочка, но неплохой блок питания и в целом система имеет место быть в наше время и i5-4 поколения вполне себе будет себя комфортно чувствовать с 2060 видеокарточкой тем более новенькой. Ну что же, первым делом сейчас убедимся что у нас только если тут танки вообще скачаны сейчас запускаем выкручиваем все на ультра и смотрим чем быстрее вылететь тем нам лучше. После этого мы убедимся что у нас действительно все вылетает проверим состояние драйвера проверим состояние прошивки BIOS и от этого начнем отталкиваться. Ну я бы так рассуждал это логичнее всего. Проблемы что хочется сразу отметить проблемы такие безумно противные и они конечно в каком-то плане интересные потому что поймать этот момент хорошо если игра сразу вылетает а если бывает ты должен играться сидеть я не знаю там 10-15 минут как-то в условиях мастерской реальной когда у нас миллион чего нужно крутить и делать как-то тестировать это небольшие сложности возникают но если люди обращаются надо им стараться помогать интересно какие у нас мысли сейчас Ванька запускает танки перед этим он уже раз попробовал потухло у нас все и сказал что в двух слотах опера вообще у нас почему-то не заводится интересный такой момент для диагностики и сейчас мы надеемся у нас вылетит сразу через сколько ты говорил у тебя сразу у меня вылетело уже на этом моменте в принципе все и сразу потух HDMI вырубился и никаких у нас движений нету предлагаю Ванек начать тогда действительно давай Аиду посмотрим какая у нас прошивка биоса на официальном сайте посмотрим какая последняя и с этого и начнем даже если это не поможет хотя бы у нас будет последняя прошивочка на материнскую плату почему бы хуже от этого не будет так смотрим друзья Антоха ты тут с нами красавчик B85 на нашем версии биоса 3602 Ванька уже нашел биос посвежее отмена отмена так Хингстон наша и давай какая там версия ниже 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 вот вот тоже что ли 3602 ну знаешь последняя у него да стояла что-то посвежее 404 да эх ну давай ладно поверху поверху защищем чистенький биос это последний официального да хуже от этого не будет все окей еще раз все пошла у нас оболочка ладно обновление выполнено успешно будет выполнен сброс системы ну быстренько прошелся у нас биос в принципе для той же модели которая у нас состояла оказывается ну и слава богу вот теперь он уверен что с биос у нас нормальный следующий момент будет попробовать с драйверами Ванюк логично уже попробовал то же самое ерунда результат неудачный к сожалению с драйверами у нас то же самое я сейчас хочу нашу подкинуть следующий момент тогда подкинем нашу уже на нашей проверим этот сам все моменты просто конечно же проверки после биоса антонио какие у нас новости первоначальные планы не удались прошивка биоса естественно на нем стояла последняя не помогла хотя мы заново тоже сделали не помогла не помогла та же игра с драйверами на видеокарту не помогла даже чистенькая система мы запускали сейчас с нашей рабочей рабочей вот ну как бы должен быть рабочей заодно и проверим его не запустилась даже так же вылетела вернее на наших танках вот с нашей ссдшки нашей системе с нашими драйверами соответственно что мы сейчас делаем надо убедиться прежде всего вообще в работоспособности этой видеокарты мы сейчас подкидываем на нашей импровизированный тестовый стенд у нас основа 1155 то есть даже еще чуть более старшая подкидываем 2060 и посмотрим будут ли такие же у нас косяки если будут такие же косяки тогда мы упираемся в видюху либо ее дрова либо сами нюансы какой-то видюхи может ее там прошивку либо еще что-то вот если на нашем тестовом стенде все работает замечательно тогда мы понимаем что с видюхой все отлично на видюху мы не грешим антох и начинаем баловаться с его системой то есть оперативная память и тому подобные вещи возможно дело вовсе не в видеокарте несмотря на то что проблемы начались именно после ее установки ху next day уже вечер блин мгновенный тест ну что можно сказать можно было все сделать гораздо проще но мы простых путей не ищем друзья выяснилось наконец-таки в чем проблема и как вы можете догадаться CX650M спас всю эту ситуацию естественно на удивление на самом деле корсаровский VS650 почему-то не справился с этой связочкой и дело оказалось в блоке не вывозит подустал наверное все-таки корсаровский VS650 хотя на него я честно не подумал думал с 2060 он без проблем справится и 5-м 4-го поколения но нет на нашем блоке работает стабильно подключаешь его блок начинается свистопляски так что блокчик в данном случае рекомендуется под заменой как вы сейчас видите на экране я на одном из самых крутых танков времен народов смотри Антоха разваливаю просто я сейчас смотри пушку разверну медленно разворачивается но можешь взорвать поезд она меня даже не пробивает а нет пробила со второго выстрела пробивает со второго выстрела пробивает я как кого-нибудь убить смогу на чем я выехал господи на прогулку да слушай ну мне кажется ой я еще сгорю от бочки мне кажется в итоге друзья что мы какие делаем умные заключения такие что если вдруг поменяли видюшку и у вас начинаются вылеты в играх таких как танки допустим то стоит внимание обратить на блок несмотря то у вас у вас может быть стоять такой же 650 от корсаров и это не говорит о том что у вас все может быть замечательно в данном случае проблема решилась именно так достаточно просто но наглядно для вас для наших друзей так что проблема решена отзвониться клиенту сказать друг хочешь играть давай блок чуть-чуть другой чуть-чуть получше несмотря на то что оба 650 оба корсаров этот просто видимо побольше -подустал хотя этот с майнинг фермы он говорит еее без проблем силенных полным-полно так что вот такое опознавательное видео но это ещё не всё потому что я чувствую что мы мало наснимали с тобой и писать хочется chap як Voldew е антоха ноши грязные дем кто-то е лимон 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 не страшно А антонио смотри что мы имеем мы имеем 3 бракованных клавиатуры на x555 но это привет другим ребятам но самое что интересно у нас сегодня принесли прям в руки передали посылочку посылочку от подписчика антохи от антохи а именно звать фамилию можно нет нельзя антоха если твоя посылочка для корочка передать тебе большой страстный привет из города белгорода наши маленькие мастерство да антон 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 и тезка я его я это все раскрываю сейчас у нас два ноутбука ты что знаешь что там зачем ты говоришь еще интереснее открывать да давай этот антох не не споришь не знаешь еще какие спойлер зачем ты спойлеры я хотел удивиться два ноутбука там туда-сюда ты уже все рассказал ну ладно с оператором мы поговорим за кадром друзья но у нас посылочка от подписчика которая разбавит концовочку этого выпуска по этому системнику а ухты почта россии сказали что может быть там ничего не дает почта россии бумаги дошли много бумаги дошло таро ухты вот легко можно определить сразу старенькую чпишечку по этому разъемчику сани но ты как супер пупер мастер давай гадай что это за чпика будет вот таким-то разъемчик с пупыра какая ничего себе а вторая вторая смотри что samsung samsung он пол такая классная упаковочка а 2000 и дреть колотить друзья что нам прислали честное слово я не платил никому вот антоха я такого самсунга блин ни разу не видел в плане какой бордовый цвет вернитесь к you европейцам сказал но с кириллицей но это уже халтурили халтурили до q45 я у нас и действительно 12 1 дюйм на послала ценные двух ярочки долл кори просто выключился то есть ухожение не включается не обманывать вот батарейка дохла сто процентов воткнешь пока мать вонечек втыкает зарядку давайте посмотрим что нам еще пришло уху-ху-ху-ху-ху павильончик если вы заскучали вам хочется посмотреть фильм в этом ноутбуке есть пульт друзья windows есть на кнопочку да ты видал такое вот именно посмотрим посмотрим так 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 ну что же санька красавчик есть тебе немножко знаешь чувство красоты dv2 700 ты понял санечек ёшкин тоже вот это вот вот он идет от не русский точно с наклеечками design for your life тоже у нас вообще white screen и двухтысячный а этот включает на это там ну там у него бы просто не включая оба просто не включаются да что ж такое то мастерскую но хочу нам не рабочий прислали что ли а как мы наварить наживаться будет на людях если в нерабочей технику стоит ванек что за план в чем план я не понял но на самом деле безумно ценная зарядка вот часто такую старенькую зарядочка она бывает выручает ой 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 как потом она в оригинале и она уже бы жизнью потрёбанная конкретно если рабочая возможно пригодится большое спасибо тебе антов за зарядочку оригинальную мало конечно полезно запчастей в этих аппаратах на сегодняшний день но тем не менее в качестве истории бывает что они пригождаются дай попробую на кнопочку включения нажать вообще нет реакции никакой слушай вань а а давай зарядку нашу тесть зарядка на самсунг сейчас будет сейчас будет антоха подожди пиши в сторонку вот 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 эта зарядка точно рабочая сейчас мы живем samsung с первого жира что такое samsung вдох не верю не верю давай экран гори не 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 давай самсунг давай индикатор загорелся давай починил с первого первого раза не найдена операционная система ну чё он чё реально что ли заработать что ли но кто посомневался что кор 2 . старенький самсунг умрет вспомнил что он писал там не жестких да жесткий то ерунда по непонятное дело что их тут нету за что нам жесткий слой рабочий бук хай перформанс без видюхи вообще сама надежная пара смотри какой кранчик еще сочный остался 13 камера мегапиксель огонь саня зарядочку тут подкинули запустился так а стой от а то его родная и без батарейки дело в зарядки антоха можете его обратно прислать починили бук ты его точно подключил ванюк его зарядку да ну антоха у тебя просто умрела твоя не оригинальная зарядка как же так антон в общем антон если тебе этот бучик дорог то мы можем тебе просто прислать на него оригинальная зарядка и все у тебя будет прекрасно все будь будь включается починено мгновенно эх ну что ж я думаю такой аппаратик бы заслужил какой-нибудь обзорчик но посмотри какой цвет маруновый класс это цвет моего университета обожаю изумительный рабочий аппарат давай посмотрим как себя ведет этот аппарат 2000 на 7 но у нее сдох что с они у нее сдох как ты думаешь ты сам знаешь у нее сдохло не мне тебе объяснять что сдохло 2 тысячи серии никаких конфет больше нет аккумулятор аккумулятор ой на самсунку еще не молчали ну чё на них дохли саня улетел север далеко и надолго отдыхать вот это пространство болезнь ремонтировать его конечно смысла нету но в качестве какой-то истории возможно что нибудь но зарядочка от него вот пригодится наверняка классная историческая модель огромное спасибо мы там много нас снимали антох в этих минут огонь в районе 20 минут я думаю на этом пора заканчивать сегодняшний выпуск чтобы антоха успел смонтировать сегодня у нас 4 декабря 2019 года вы смотрите этот выпуск прям в этот же день как мы только завершили его снимать спасибо что спасибо большое что посмотрели надеюсь вам было очень полезно кстати у нас есть еще один аппарат вот эти аппараты которые в играх называется не помнишь что там вот опять это же помню это у которого с двумя оперативами дота вылетала с двумя оперативами вылетает дота так он и сказал с одной у него вылетает дота в общем жесть какая-то нереально тяжело диагностирует полчаса может работать потом вылететь у вас уже класс дергается когда он видит такие системники но вот это вот это нам принесли опять на тест системской хоть что-нибудь придумайте и вот тоже в танках ошибка вылетает в общем сплошные ошибки в играх с которыми будем разбираться уверен что вам было хоть что-нибудь полезненькое сегодняшнего выпуска с танками мы разобрались на данном аппарате была проблема в блоке питания намотайте это на ус возможно вас это в какой-то из ситуации спасет с вами была маленькая компьютера мастерская на перебежанской 78b даня антоха санечек mcp мост умерший ванечек спрятался за стулом передаем привет всем большим красивым и маленьким городам не будьте злыми поставьте большие пальцы вверх будьте злыми если не понравилось поставьте большие пальцы вниз подпишитесь на канал это нам дает развитие нас мотивирует нас заряжает всем вокруг приятней и больше возможностей получается ванек в новой кофте между прочим благодаря вам друзья все еще ждем стул от navi так что хэштег стул для navi от вани все еще в силе и деле все увидимся с вами в будущем друзья надеюсь и завтра хороших вам хорошей вам недели рабочие и пока 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 любить друг друга